И привет, хелопы! С вами Жерина, слуга Ура Сама, и мы наконец-то дожили до месяца с Юрцом! Субтитры сделал DimaTorzok Средства воспоминаний, отношения в семье и социуме, пережитые психологические травмы, эмоциональные тонкости. Раз за разом мы анализируем мотивы преступников, все то, что могло бы подвинуть их приступить к черту. Это не значит сочувствовать им, прощать или даже оправдывать. Нельзя остановиться на колене перед сложностью природы человека. Все это не для анализа социальных конфликтов и, разумеется, не для того, чтобы высадить нас монстрами, нет. Мы просто хотим справедливости для нас и тех, у кого есть надежда на мир. Лично я собираюсь это смотреть. Скалоласки. Это будет сериал. Когда плачут цикады. К сожалению, я все никак не пройду новеллу. Хотя, думаю, к моменту, когда этот сериал до конца выйдет, я все-таки возьму себя в руки и допройду ее. А так сериал я буду ждать, потому что первую экранизацию я тоже смотрела. У нас это лицензирует в Аканим. Сериал «Гипнотический микрофон». Рэп-баттл дивизионов. В мире, где после Третьей мировой войны женщины взяли в борозды правления свои руки, создание и использование оружия строго запрещено. Однако, это не значит, что конфликт истерпен. Ведь теперь слово стало настоящим оружием. Используя загадочное устройство под названием «Гипнотический микрофон», можно лирикой контролировать оппонента и ранить его в прямом смысле. Парни из дивизионов используют его вместо оружия. В ожесточенных рэп-баттлах, в постоянных стычках за территорию. Это я на мой какой-то бред, поэтому я это буду смотреть. Штурм лилий. Мукет. В недалеком будущем человечество сталкивается с неминуемой угрозой от загадочных инопланетных существ. Весь мир погруженный в войну с этими существами, против которых обычное оружие бесполезно. И тогда ученые разрабатывают новый против оружия, которое сочетает в себе науку и магию. Для достижения наибольшей эффективности его должны использовать девушки-подростки, именуемые лилией. Они обучают в специальных военных академиях, которые также служат базами для защиты людей. Это история о девушках, которые стремятся стать лилиями, чтобы защитить весь мир. Это будет снимать шафт. И, собственно, лично я собираюсь это смотреть. Диз значит диджей. 2 октября. Сериал «Волна». Нет лекарства для моего брата 4 сезон. Путешествие Элейны. Судучи еще маленькой, Элейна была очарована серией клейтинг «Приключения Ники», которая представляла собой сборник о русских историях, повествующих о приключениях ведьмы Ники по всему миру. Водушевившись этими историями, девочка пообещала себе и своей матушке, что отправится в странстве, когда повзрослеет, и станет ведьмой, как ее любимая героиня. Виновала несколько лет, и Элейна осуществила свою детскую мечту. Много странствуя по свету, девушка посетила самые разные места и повстречала множество людей. Она и по сей день продолжает путешествовать. К чему же эти приключения ее приведут? Лично я буду смотреть. Я стою на миллионах трупов. Юсуки Йоцэ вместе со своими одноклассниками Ио Синдо и Кусу и Хакодаки были перенесены в странный неизвестный мир, населенный самыми различными мифологическими существами. Как только они прибывают в новый мир, они встречают существо, зовущее себя мастером игры, которое затем выдает им ограниченный по времени квест, чтобы те смогли выполнить свое новое задание. Мастер игры дарует Синдо и Хакодаки роли манго и воина, в то время как Йоцэ случайно получает роль фермера. Так начинается бурная приключенческая жизнь трех учеников. Если они не хотят оставаться в живых и защищать реальный мир от демонов и монстров, им придется выполнять отличное задание в ставшем для них реально фантазийном мире. Я смотреть точно не буду. Жечь ведьми Очень давно в Лондоне большая часть смерти была связана с существованием фантастических зверей-драконов. Они причиняли много вреда, и чтобы как-то предотвратить, был установлен контроль над этими существами. Жители реального Лондона не в состоянии видеть драконов в отличие от жителей иного Лондона, скрытого от мира людей. В этом ином городе существует специальная организация по произведению защиты драконов, которая заботится о них. Однако там есть только одно непреложное правило, никогда ни при каких обстоятельствах обычные люди не должны касаться драконов. В контакт с ними могут вступать лишь определенные люди, чародей и ведьмы. А правонарушители ждет заключение под стражу на сто лет, либо смертельная казнь. Главный герой, Нойль Нихаси и Нини Спанк, как раз являются ведьмами и в обязанности которых входит уход за драконами, не более. Но одна иногда случается непредвиденная ситуация, человек вступает в контакт с драконом. И разобраться в ней посылают именно Нойль и Нини. Лично я буду смотреть. Это будет полуметражка на час. Еще один фильм. Бэм. Стать человеком. Третье октября. Можете встретить тебя в подземелье? Три. Волейбол. К вершине два. Веселые дни с кошкой и собакой. Хидеките Мацумото. Счастливая хозяйка двух домашних питомцев, которые, как принято считать, не выживаются друг к другу. В ее доме живет не только просадушная и энергичная собака, но и коварная, изворотливая, зато полная обаяние кот. Это история о совместном проживании, их общих горестях и радостях. Попахивает она и ее кот. Живая любовь в клуб, идола в сад школы, Нидзи Гайсаки. Я смотрю, им даже идей по типу сияния в голову не пришло в этот раз. Лично я буду смотреть, потому что я, в принципе, уже отсмотрела то, что вышло до этого. Но, как по мне, уже доение франшизы откровенное. Dragon Quest. Приключения Дая. Романская железная дорога. Будет сериал с 12 серий по 5 минут. Полководца из Сигдрифа. Перенесено унисиме на луну. Королевский рейд. Наследники воли. Яси Химми. Принцесса-полудемон. Это будет Сигвелл про ребенка главных героев Инуяси. 4 октября. Разминка. Это будет сериал, и его у нас опять лицензирует в Аканим. И путевый ученик в школе магии. Гость. Тоже лицензированного Канимом. Избранный богами. Прожив несчастную жизнь, полную горе и синей удачи, 39-летний Рема Таки Бояси умирает во сне. Сжалившись над бедолагой, три божества предлагают им переродиться в магическом мире, где у него будет одна единственная задача. Оставаясь самим собой наслаждаться жизнью. Рема хватается за предоставленный шанс, и божества наделяют его не только мощными физическими данными, но и способностью провести химией. Пообещав приглядывать за ним, отправляют Рема, уставшего вновь ребенком, в лес и нового мира. Проходят три года, за это время Рема, сильно изучавшись, выводит уникальные виды слизи, тренировывая их, создаёт армию. Кроме того, он активно занимается развитием своих магических способностей. Всё бы ничего, и Рема вполне доволен своим маршинническим существованием в уютном печере, ставшей ему домом. Но он всё-таки начинает скучать по обществу людей. Вот тут на удачу Ремы ему подворачивается раненый герцогский слуга, который убеждает её покинуть лес. Исцелив слугу, Рема соглашается пойти с ним и прихватить с собой свою армию. В очередной раз судьба Ремы совершает крутой поворот, отправив его в мир, где его ждут поклонения и восхищения его уникальными способностями. Ох ты мой! Боже! Ах, чёрт! Блин! Эта саль тоже лицензирует в академии, но... Блин! Боже! Я не знаю, как на это реагировать. Это типа истекая, выходит на новый уровень. Лени. Повторюшничество. И далее по списку. Бездарная Нана. 50 лет назад на Землю напали монстры, которые впоследствии стали называться врагами человечества. Для борьбы с этой угрозой были созданы специальные школы, где учились подростки с экстраординарными способностями. За возможность бросить вызов реальности, их сами называют талантливыми. Один из таких учеников, Нанау Накаджима, скрывает свои особенности, из-за чего получает прозвище Бездарь. Но тем временем в класс Нанау переводятся двое учеников. Кёй Оно Дэра, также скрывающий свою способность. И Нана Хираги, заявляющая, что умеет читать мысли людей. Что изменится в школе с переводом этих двоих? Короче, в честь чего-то там, дня рождения, японцы решили замутить сериал на 12 серий. Хотя, судя по всему, там будет неполноценная серия. Название там что-то Соленья, Каэру, не знаю. Короче, всё очень сложно, но там есть левушки, всё. 5 октября. Вечность. История сладкой любви. Это очередной женский хентай, но в этот раз, судя по всему, тут будет больше одной истории. Золотое божество, третий сезон. Коготь Орла, золотое заклинание. Сериал, каждая серия которого будет длиться всего 15 минут. Взрослые не знают, как любиться. Опять женский хентай. Милосуда. 30-летняя офисная леди, которая 5 лет живёт без отношений, совершенно позабыла, что такое любовь. Сюдзи Масима, сотрудник отдела по работе с иностранными клиентами, который уже 7 лет как ни с кем не встречается. И, в общем-то, потерял интерес к противоположному полу. Однако Милос и Сюдзи случайно встречаются на вечеринке, посвящённой знакомству одиноких людей. Однако это знакомство показалось неудачным из-за оскорбительных слов, сказанных Сюдзи в адрес всех женщин. Обиженная Милос решает грубо возродить парня. Но кто знает, чему придут эти слова. Ой-ё, кажется, это будет просто пипец. И судя по рисовке, не лучше. О, на злодей. 6 октября. Сон в замке демона. В некотором царстве, в некотором государстве жили да поживали люди и демоны. Жили они и себе не тужили, пока однажды злой и коварный король демонов не похитил человеческую принцессу. Все жители королевства были вне себя от горя и волнения. Принцесса Аврора должна быть находится в жуткой опасности. Старально даже представить, что с ней творят демоны, как же ей, наверное, нелегко приходится. Аврора действительно приходится нелегко, ведь в этом замке абсолютно нечем заняться. Только спать. Но тут незадача. Кровать неудобная, подушка не мягкая, маски для сна нет. Что делать? Приходится искать выход из этой тяжелой ситуации. Берегитесь, демоны. Когда Аврора пытается уснуть, лучше ей не мешать, а то сильно не поздоровится. Обитатели замка еще и сильно пожалеют о том, что решили похитить такую принцессу. Лично я собираюсь это смотреть. Из одной комнаты третий сезон. Западные ворота парка Икибукура. 7 октября. Давай постарайся малышку Руми 3. Мимимимишка. Девочка по имени Юна уже три года ведет образ жизни Хикикамори, сознательно изолируя себя от социума. Тринета онлайн-игры за это время садили для нее смыслом жизни. Поэтому не удивительно, что с недавних пор она начала увлекаться очередной RPG Fantasy World Online. Без труда достигнув его высоких результатов, однажды в рамках нового глобального обновления девочка по акции получает уникальный костюм Мишки. А вместе с ним предложение поучаствовать в опросе. Как вдруг оказывается посреди глухого леса? Чуть позже становится ясно, Юна была перенесена в мир любимой игры. А ее новый костюмчик штука не только милая, но и чрезвычайно мощная, вопреки всем ограничениям игрового баланса. Так начинаются ее захватывающие и опасные приключения. Девушки на линии фронта 2. Она. Штурмовые ведьмы. Дорога на Берлин. Лунная песнь. Второй сезон. Последнее поле брони. Между тобой и мной. Или Святая война. Соотворение мира. Лицензирует в Эконим. На протяжении века между научно развитой империей и царством ведьмы Нибулис бушевала Великая война, пока самые юные рыцари, с когда-либо живших, получившие звание сильнейшего в империи, не повстречал принцессу вражеской нации. И пусть они заклятые враги, рыцари приняли ее красота и достоинство. Тогда как принцессу тронули его силы и образ жизни. И так пойдет ли когда-нибудь их сражение к своему концу? Ну, лично я попробую это посмотреть. Всего 12 серий. 8 октября. Китайцы снова атакуют нас количеством. Легенда Мечники 6. Там было всего 36 серий. Дворянство. Лично я еще Манхву не особо прочитала, но аниме собираюсь посмотреть. Очнувшись от забытия, которое, как казалось, злилось более 8 веков. Кадис Эдма Ди Рейзер обнаружил, что находится в незнакомом ему мире современной Кореи. Провести столько времени во сне и остаться в живых Рейзер смог только потому, что не человек, а вампир. Причем не какой-то обычный кровопийц, а элиты из элит, представители дворянства чистейших кровей, призванные защищать остальных дворян. Счастливая случайность, а быть может инстинкт приводит его к бывшему слуге и давнему другу Франкенштейну, который на данный момент является директором старейшей школы. Чтобы дать Рейзеру возможность постепенно адаптироваться к современным реалиям и достижениям технических прогрессов, Франкенштейн принимает его на учебу в свою школу. И Рейзер, общаясь с одноклассниками, начинает подтягивать жене обычных людей. Однако Франкенштейн не зря принял решение держать хозяина ближе к себе. Вин до сих пор неизвестно, что случилось, когда 800 лет назад по какой-то причине Рейзер погрузился в забвение, где был все это время. И почему очнулся именно сейчас? Так что угрозы существуют до сих пор. В данный момент, как главный брак на первый план выходит в союз. Таинственная могущественная организация, цель которой ни много ни мало мирового господства. Почти тысячелетия спустя приходит наконец время раскрыться всем интригам и секретам. А пока истинному дворянину Рейзеру придется использовать все свои силы, чтобы защитить близких. А куда Мадрайв? Некогда в Японии разразилась гражданская война, в которой нас пристолкнулись два столичных региона. Канта, в котором находится Токио, и Кансай, где находится Киото. В той давней войне Кансай проиграл и, сдав позиции, стал подчиняться Канта. Вот только мятежную душу так просто не усмирить. И в течение времени Кансай стал постепенно выходить из-под контроля государства и полиции Канта. Главные виновники этого опасного неподчинения преступники, известные как Акудама. Гиробуру. Это будет сериал, каждая серия которого будет длиться всего 6 минут. 9 октября. Капибара. А также долгожданный Юрец, отдать и Сима Мура. Я даже мангу немножко чекнула. Начало там вроде очень даже милашное, прикольненькое. 10 октября. Заказывали кролика, третий сезон. Как по мне, особо ничего там ждать не придется. Хотя я буду смотреть, потому что я посмотрела уже все остальное из-за этой же франции. 11 октября. День, когда я стала богом. Который я буду смотреть, потому что это от создателей Шарлотты и ангельских ритмов. Хотя мне запали только ангельские ритмы. Для Йота на руками наступило последнее школьное лето, которое он прилежно тратит на подготовку к вступительному экзамену в университете. Ситуация была бы самой обычной, если бы не одно но. Милейшее создание по имени Хина, представившееся богом всеведения. Йота бескуражен, а потом словно Хина и о том, что миру придет конец, через 30 дней не верит. Однако способности, которые демонстрирует девушка, убеждают его в обратном. Тем временем, та решает остаться в компании новоиспеченного знакомого. И так начинается их самое последнее лето. Завение Бетери Самурай-гимнаст Патриотизм Мориарти Лично я это собираюсь смотреть. Лондон, конца 19 века. Время, когда город является важным экономическим и политическим центром могущественной Британской империи. Где же не стоило и гроша, если вы не являлись богатым аристократом? Где в основе общества лежала классовая система? История повествует о Уильяме Мориарти. Молодом и талантливом человеке, с выдающимся умственными способностями. Который бросает вызов обществу против классовой дискриминации, пытаясь создать идеальный государственный строй, где каждый будет иметь равные права. 12 октября. Провыть только отик уборы, фруктовый пирог. Это единственная шея. Выйдет 13 октября. Осаматсу Сан 3. А3. Осень и зима. Бедственная правда. 14 октября. Я пыталась уговорить ее в Догадзава. Опять китайцы. Вернушись 16 октября. А также на этот же день запланирован выход Мувика по клинку рассекающему демона в бесконечный поезд. Не успели главные герои восстановиться как вновь, получая задание. В этот раз под предводительством компании из Солпа Пламени, Кёджюро Ренгоку, они попадают в поезд, в котором за короткий промежуток времени пропало более 40 человек. Было убито несколько отправленных на разведку мечников. Какую тайну скрывает этот поезд и с чем придется столкнуться новому отряду? 25. Жжицы с мечами. Короткие эпизоды Ова. Им будет всего 2. 28. Любовь под гипнозом. События разворачиваются вокруг принца и принцессы, которые вынуждены связать себя узами брака, чтобы сохранить мир своих королевств, имея при этом взаимную неприязнь. Они взлюбили друг друга с первого взгляда. Спустя некоторое время принц узнает о том, что принцесса владеет гипнозом и решает заключить с ней договор. Брак состоится только в том случае, если она будет использовать свои способности, исключительно с ее позволения. С помощью нее он хочет восстановить забытое прошлое. Как только принцесса привыкает к новой жизни, против нее и корольской семьи начинают строить заковоры. 29 октября. У нашего старшего брата проблемы с головой. Второй сезон. 30. Хентайчик. Библиотека без подружки, аккуратистки и чистые на окун. А также опять китайцы. Теперь право только в 13 серий. Основной смысл. И напоследок 31 октября у нас будет Оно в 11 эпизодах, все еще от китайцев, благословение небожителей. 8 веков назад Лиансье был наследным принцем прославленного королевства. Его любили простые жители и уважали равные по положению. Так что неудивительно, что он, будучи еще совсем юным, зашел на небеса и занял место среди бессмертных небожителей. Однако надолго Лиансье там не задержался. Он глазом не успел моргнуть, как его и знали обратно в мир смертных. И вот спустя 800 лет Лиансье, ставший уже предметом для насмешек, предпринимает очередную, уже третью по счету, попытку вернуться на небеса. Но и встав богом, Лиансье получает первое задание, выполняя которое сталкивается с таинственным демоном, имеющим к нему совсем не праздный интерес. Что нужно этому демону от Лиансье? И вот это цель тому не простого лосица и остаться наконец-то на небесах. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И всем пока!